В праздничные дни всегда душа радуется, но иногда чувствуешь себя незащищенным, потому что много людей это всегда определенные риски. Какие меры безопасности применяют полиция в Евпатории? Доброе утро, Саш. Да, ты абсолютно прав. Подготовка к Новому году это, наверное, самая актуальная тема в детской здравнице. И буквально вчера мы обсуждали мероприятия, которые предстоят. А сегодня поговорим о немаловажном аспекте, это безопасности на этих мероприятиях. Поэтому в студию мы пригласили начальника отдела участковых ОМВД России по городу Евпатория. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Виктория, расскажите, начали ли вы уже подготовку? Конечно, конечно. За следующей неделей будут усилены наружные наряды, патрулирующие наш город. Эти мероприятия продлятся до окончания новогодних праздников. Также личный состав отдела будет выделяться для охраны общественного порядка на все массовые мероприятия праздничные, которые будут проходить в нашем городе. Личный состав будет задействован в круглосуточном режиме, в основное большинство. Сколько человек нужно для того, чтобы сохранять безопасность, допустим, на мероприятии на нашей главной площади города? Разбивку? По разбивке. Смотря тоже от массовости, от количества празднующих. Тут я вам сказать точно цифры не могу, потому что это численность личного состава. Ну, порядка выделяется 50-70 человек, если новогодние праздники, то на все мероприятия. Может, даже больше. И всегда существует резерв на случай осложнения оперативной обстановки. Я знаю, что в городе уже увеличили количество патрулей. Расскажите, зачем? Для того, чтобы не позволить разгуляться преступности, но не позволить разгуляться пьяной. Люди готовятся к праздникам. И отмечать начинают заранее, да? Да, да, да. Наша проблема, что отмечают заранее. Зачастую случаи подготовки, может, немного комичные, это когда забывают оплатить спиртные напитки на магазинах. Поэтому давайте на эту тему. Я знаю, что есть еще профилактические мероприятия сейчас. Да, у нас проходят профилактические мероприятия три раза в неделю. По этим мероприятиям сотрудники, ну, и многие жители нашего города подтвердят, что и разносят визитки по домам, проводят беседы, профилактически разъясняют способы мошенничества, особенно телефонных, это бич. Размещают информационные материалы с фотографиями участковых, адресов в опорных пунктах, время приема в общественных местах, торговые центры, магазины, ну, и другие мероприятия. Регулярно это насколько часто? Ну, как, три раза в неделю, три раза в неделю, да, личный состав проводит такие рейды. Есть результаты уже? Конечно, конечно. Если смотреть по прошлому году, то кражи личного имущества граждан составляли 40% от всех зарегистрированных преступлений, то в этом году уже 30%. Также уменьшилось количество грабежей, мошенничества. Только сотрудниками ППС в этом году уже по горячим следам раскрыто более 50 преступлений, совершенных на улицах и в их общественных местах. Ну, и в целом могу сказать, что уровень преступности, нам удается держать контроль над уровнем преступности. Меньше зарегистрировано заявление и обращение граждан. Я уже говорила, что по имущественным преступлениям мы сбили МВАЛ. Также хочу отметить, в два раза почти уменьшилось количество такого распространенного вида преступлений, как кражи мобильных телефонов. Ну, мошенничество, это, наверное, самое актуальное сейчас цель для всей республики. И мы неоднократно снимали сюжеты, когда орудовали мошенники, которые представлялись сотрудниками Крымгаза. Расскажите, какие еще мошенники есть сейчас и кто чаще всего попадает, кто в группе риска? В группе риска находятся в основном жители преклонного возраста. Поэтому я хочу вам сказать, попросить обратиться к гражданам, что у нас шесть административных зон. И на каждой зоне есть участковый пункт полиции. Время приема граждан вторник, четверг с 17 до 19, в субботу с 15 до 16, где каждый гражданин может прийти и обратиться за помощью. Я вообще считаю, что участковая полномочная полиция, служба, которую я возглавляю, является, наверное, наиболее близким сотрудником полиции, человеком для жителей нашего города. Виктория, если очень коротко, выделить, допустим, три основных пункта, как не попасться на провокации мошенников? Вот я к этому и веду. Я хочу, чтобы и желаю, чтобы у каждого жителя нашего города был телефон участкового полномочного полиции. Первое, это звонить сразу участковому. Да, сразу в полицию. А теперь второе, не открывать двери никому. Двери не открывать незнакомым людям, незнакомым. Лучше позвонить дежурную часть или участковому полномочному полиции для того, чтобы проконсультироваться. Потому что своевременно сделанный звонок спасает от многих грустных последствий. И третий пункт. Давайте еще один какой-нибудь важный. Третий важный. Не быть доверчивым к незнакомым людям. Пожилые люди, я рекомендую обращаться, если они под патронатом социальной службы, к своему социальному работнику. Спасибо большое, Виктория. Мы надеемся, что у вас будет еще больше раскрываемость преступлений процент. И в принципе преступлений детской здравницы будет намного меньше. Мы в этом, конечно же, уверены. Потому что сотрудники наших правоохранительных органов работают очень активно. Студия, вам слово. Большое спасибо, Настя. Всегда приятно видеть вас в прямом эфире. Желаем вам и вашим коллегам хорошего дня и только добрых вестей. Напоминаем, на связи был Евпаторийский филиал телерадио компании «Крым» и корреспондент Анастасия Крапивина.